Арахис на ингушских полях, а еще фасоли пшено. Совсем скоро это станет реальностью. Исследователи НИИ сельского хозяйства республики решили отойти от изучения классических для нашего региона культур – картофеля и кукурузы – и внедрить совершенно новые. Арахис, родина которого Южная Америка, на наших полях уже засеяли этой весной. Сейчас первые образцы урожая поступили в лабораторию института. Образцы мы собирали 2-3 дня. Сейчас мы ведем определение биологическое пока урожай. То есть, конечно, она будет выше, чем фактическое. Пока биологическую урожайность определяем, потом потери, все это снимаем, получаем фактический урожай. Но на сегодняшний день неплохо. Вот по арахису, допустим, у нас на Богоре, в условиях, где нет орошения, порядка 10-15 центнеров. Если вводить орошение, то арахис можно получать порядка 40 центнеров с гектара. Научно-исследовательский институт сельского хозяйства работает в республике с 2011 года. На месте опытной станции, открытой в 1993 году. С приобретением статуса института учреждение расширило свою деятельность. Появилось новое оборудование, увеличился штат сотрудников. За 6 лет труда ученые провели ряд различных исследований. Самое глобальное из них – агроэкологогеографическое районирование территории. И смотря на небольшую протяженность Ингушетии, встречаются почти все климатические зоны – от степной до арктической. Поэтому специалисты предлагают поделить Ингушетию на агроклиматические зоны и выращивать в каждом пункте ту культуру, которая лучше переживается в этом климате. Есть определенные экологические ниши для всех сельско-завязственных культур. Так, например, Назрановский район, вот такая восточная часть Назрановского района, она больше подходит для возделывания пропорщинных культур. Это кукуруза, подсолнечник, картофель. Кроме того, под картофель и подсолнечник, под кукурузу также подходит лесостепная зона. Это район Сурхахов, Экажево, Алиюрт, вот такие места. Нолгобегский район, он больше подходит под возделывание зерновых культур. Особенно семеноводство зерновых культур необходимо располагать в Нолгобегском районе. А семеноводство картофеля необходимо в горах. Специалисты считают, если учитывать агроэкологический подход при сельхозпроизводстве, то можно без дополнительных затрат увеличить валовый сбор урожая. Исследованию этого направления здесь посвятили почти 10 лет. Чуть позже этой темой заинтересовался Академия Крамон профессор Жученко, который написал много трудов. Также в ней могут похвастаться разработка новых удобрений. Микробиологические препараты, таких как биоплант, флора, мерс марки B и биобарс М, они удваивают урожайность. Вот этого литра, этого микробиологического препарата достаточно один гектар поливать его. И предварительно даже семена замачивают, прежде чем посадить, чтобы у них была биологическая активность роста. Немало внимания здесь уделяют овощеводству. Исследования по выращиванию помидоров в парниковых условиях прошли успешно. Однако основная проблема, с которой сталкиваются исследователи, и которая мешает массовому производству овощей в республике, это отсутствие первичных гибридов местного производства. Гибрид – это первое поколение овощей. Только гибрид дает тот урожай, который необходим. И если мы не сумеем организовать это гибридное овощеводство, чем мы сейчас пытаемся заниматься, овощеводство очень сложно будет как-то характеризовать. Еще одна проблема – отсутствие высококачественного оборудования. Лаборатория института не позволяет проводить сложные анализы, поэтому ученые сотрудничают с лабораториями соседних республик. В 2018 году НИИ планирует подписание договора о совместной деятельности с Краснополянской опытной станцией по пчеловодству. В планах выращивание растений в фитосанитарных условиях горной местности для Всероссийского института лекарственных и ароматических растений. Амина Бокова, Адам Далагов, Новости 24.